Новая смена и новая тысяча участников. На молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме» съехались молодые депутаты и политики со всей страны. Им предстоит насыщенная неделя – лекции, презентации проекта, встречи с ВИП-гостями. В эти семь дней участников посетят руководители всех парламентских партий. А 5 июля форумчане встречали председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики и местному самоуправлению Дмитрия Азарова. Выступая перед молодёжью, он неоднократно отмечал, что все участники уже лидеры, знают, чего хотят и поэтому не должны сдаваться, хотя трудностей будет немало. Натворят в хорошем смысле, уверен Азаров. Лекция сенатора сопровождалась аплодисментами, особенно на самых актуальных советах. А если у вас кто-то на выборы, какой-то руководитель приглашает именно в это время, в обеззренную встречу с коллективом, знайте, что он вас не поддерживает. Это очень хороший индикатор. Либо просто очень умный человек. Участники даже просили Азарова остаться на всю неделю и предлагали пожить с ними в палатке. Но тот, конечно, отказался, хотя молодёжью доволен и горд. Проект одного из участников о развитии арктической территории сенатор собирается обсудить в Совете Федерации. Страна вообще нуждается в активных гражданах. И задача власти — создавать условия по вовлечению людей в общественную жизнь, в разработку и принятию и реализации решений на муниципальном, на региональном, на государственном уровне. Форум — не просто палаточный лагерь. И хотя в этом году на территории смыслов появилось больше спортивных площадок, зон отдыха и есть возможность поплавать на лодке, для участников главное — выиграть грант. Вячеслав Репях, руководитель делегации из Краснодара, привёз на форум 36 молодёжных лидеров. Очный отбор позволил выбрать лучших из 5-миллионной Кубани. Один из проектов — социальный. Идея возникла у Артёма Агасяна, когда тот проехался в битком на битом автобусе, ибо сочувствовал гражданам, которым не уступает место. «Вступие место» — это социальный проект, который сейчас идёт у нас на территории города Краснодара в общественном транспорте, ориентированный на лояльное отношение к друг другу, к каким-то категориям. Это беременные женщины, ветераны, молодёжь. В принципе, ничего сложного, но это цепляет, заставляет людей начать смотреть на друг друга, на тех, кто рядом. А Виталий Золотцев из Абакана от форума просто в восторге и от быта, и от кухни, и от организации. Его проект «Молодёжный исторический центр» объединяет научную, образовательную и досуговую деятельность. То есть, используя механизмы мировых тенденций, то есть модные и так далее, необходимо завлечь молодёжь в проект, дать им знания, на основе которых в последующем сформируется новая российская идентичность. Когда рядовой школьник будет уметь рассуждать о нашей истории, делать выводы, строить аналитику, тогда и будет результат. За день форумчане посетили несколько семинаров. Директор Института международных отношений управления МГИМО Ян Вославский выступал по теме «Международное экспертное взаимодействие смены поколений». Профессор кафедры политологии МГИМО Елена Пономарёва обсудила с участниками вопросы национальной безопасности страны, внутренние и внешние угрозы. А член правления Ассоциации политических юристов России Олег Захаров рассказал об эффективном участии в политике для кандидатов на выборах. Каждая лекция становилась в дискуссии, вопросов у молодых политиков немало, а значит свой смысл они точно найдут.